Информбюро в эфире, продолжаем выпуск. В Караганды пиротехнические пистоны взорвались в кармане у первоклассника. Семилетний Саша Перемазов купил игрушку в обычном канцелярском отделе и получил ожог третьей степени. Чтобы помочь ребенку, врачам пришлось даже делать пересадку кожи. Кто виноват в случившемся и можно ли такой товар продавать детям, выясняла Людмила Батюшкина. Я пошел с горячими штанами домой. Больничной койкой для семилетнего Саши Перемазова закончилась покупка пистонов для игрушечного револьвера. Он положил их в задний карман брюк и неожиданно пистоны вспыхнули. Это как бы происходило, ну, допустим, 10-15 секунд. Но температура возгорания, она вся пошла внутрь в ногу, пока они сами не потухли, не прилипли к его коже. Папа смог снять штаны только вместе с кожей ребенка. По словам врачей, он получил ожоги третьей степени. Хирурги удалили омертвевшие ткани и пересадили лоскут кожи. Насмотревшись, так скажем, в безбрежных просторах интернета, неизвестно, что они могут этими пистонами сделать. И насколько они себе могут навредить или кому-либо другому. Родители подали заявление в полицию и в управление по защите прав потребителей, специалисты которого провели внеплановую проверку в магазине и оштрафовали предпринимателя на 40 тысяч тенге. Если магазин не предоставит сертификаты, то дело передадут в суд. Вообще же, проверки малого бизнеса разрешены только по особому порядку, предписанному Генпрокуратурой. По словам юристов, родители первоклассника имеют право взыскать моральный и материальный вред с продавца или изготовителя пистонов на свое усмотрение. Правда, выиграть суд у иностранного производителя шансов немного. В России данные пиротехнические средства реализовываются лицам после 16 лет. То есть до 16 лет им не реализовываются. У нас же на сегодняшний день таких ограничений нет. Данная пиротехника завозится из Китая. То есть во многом иногда бывает, что она приходит не сертифицированная. Таможенный регламент предписывает особую упаковку и повышенные правила безопасности при перевозке и хранении пиротехники. Обязательно инструкции на двух языках. Информация о сроке годности, условиях хранения и правилах использования. Кроме того, такие изделия должны продаваться только в спецмагазинах. Жаслан Айтмагомбетов уверен, даже если Саша Перемазов неправильно использовал пиротехнику, ответственность все равно ложится на продавца, потому что он не предоставил информацию покупателю.